Коллеги, всем добрый день. Подскажите, как нас слышно, видно? Все отлично. Так, ну хорошо, коллеги, давайте начнем. Те, кто немножко опоздал, подключатся к нам чуть попозже. Еще раз вас поприветствую. Добрый день. Коллеги, меня зовут Волгай Андрей, я менеджер по работе с клиентами компании Axelot. Также сегодня с нами на связи наш консультант, наш эксперт по внедрению системы автоматизации Киселева Юлия. Юлия, привет. Вот, да. Все, отлично. Сегодняшний вебинар мы решили посвятить теме Axelot VOS X5, нашей системе автоматизации Axelot VOS X5 и рассмотреть ее работу в разрезе склада курьерской компании. Вот, что касается тайминга. То на всю встречу мы выделили 45 минут, около 5 минут я посвящу вводной части. Далее полчаса Юлия расскажет нам по функционалу системы Axelot VOS X5. И 10 минут мы выделили на ответы на ваши вопросы. Вот, пожалуйста, не стесняйтесь, не забывайте задавать вопросы. У вас есть специальная кнопочка для этого. Вот, если на что-то мы не успеем ответить в ходе вебинара, то обязательно ответим вам персонально. Вот, собственно, давайте начнем. Почему мы все-таки решили поговорить про систему VOS именно в контексте склада курьерской компании или транспортной компании? Сегодня на рынке существует множество таких компаний курьерских, да, и причем они разного масштаба. Мы ведем их статистику обращений в нашу компанию и видим некий рост заинтересованности их в системах автоматизации. Однако, если ранее количество запросов на автоматизацию именно транспорта было больше, они превалировали над запросами на автоматизацию склада, то сейчас ситуация некоторым образом меняется. Вот, и этому есть как раз логичное и простое объяснение, да. События 20-21 годов, связанные с ковидными ограничениями, кардинально изменили всю картину и логистические потоки, и, можно сказать, даже взорвали рынок C2C и B2C доставки. Так вот, это привело к падению доли оффлайн-торговли и росту электронной коммерции. Вот, собственно, статистика открытых источников показывает нам значительный рост товарооборота в маркетплейсах. Вот, эти тренды мы выразили вот в таких вот графиках, да, чтобы понимать, на самом деле, корректно оценить вот эти вот графики, нужно знать, что база, да, начальная для падения роста была разная. Вот, но, собственно, тренды выглядят именно вот таким образом. Собственно, вот эти все изменения привели к тому, что транспортные и логистические компании, да, курьерские компании перестали справляться с возросшим товарооборотом, грузопотоком, да, потребовалось увеличивать складские мощности, соответственно, потребовалось ускорять все процессы на складах, да, и что привело к необходимости внедрения систем автоматизации. Вот, однако жизненный цикл товара на складе курьерской службы имеет ряд особенностей, да, и некоторым образом отличается, например, от склада, например, дистрибьюторской компании, да. Собственно, вот сам жизненный цикл можно описать вот такой вот схемой. Во-первых, да, что происходит с товаром? Происходит приемка на складе, причем приемка может осуществляться как персонально от клиента, так и от курьера, который собирает грузы у клиентов по адресам. Далее осуществляется упаковка, переупаковка, возможно, товара или груза, и переход в хранение, да, и вот здесь на этом этапе возникает такая особенность склада курьерских компаний. Каждый товар здесь уникален, да, это может быть как и колесо от велосипеда, так и там коробка с елочными игрушками. В связи с этим нельзя создать там единую систему, единую модель учета для конкретных там товаров. Вот. После этого, собственно, происходит отбор, формирование грузовых мест и доставка груза в покупатель, либо между складами. Либо между складами. Вот. И мы как эксперты, собственно, да, в логистике, и в системах автоматизации всегда убеждаем наших клиентов в том, что нельзя останавливаться только на именно автоматизации складских процессов, да, нужно немножко смотреть в будущее, сделать следующий шаг, да, и автоматизировать еще и перевозки. Вот. Так вот. Как раз для последнего этапа, да, для доставки, для эффективного планирования всех доставок, вот, система ВОЗ может быть интегрирована с системой ТМС. Вот. Взаимодействие этих систем позволяет создать единый логистический контур, единую событийную модель для всех процессов на складе, да, и, в принципе, для всех процессов логистических в компании, да, и увеличить скорость этих процессов, повысить точность планирования, сократить расходы, увеличить утилизацию транспортных средств и контролировать, собственно, эти все процессы в режиме реального времени. Вот. Однако, да, мы про систему ТМС с вами говорили уже много раз, да, на сегодняшнем вебинаре мы сконцентрируемся именно на системе ВОЗ. Вот. Так вот, перед тем, собственно, как перейти к функционалу системы ВОЗ, да, немного хотел, хочется рассказать вам о том, кому подходит эта система, да, и для чего, да, она предназначена и почему именно для курьерских компаний, для курьерских служб. Собственно, система ВОЗ – это система поддержки принятия решений на складе, она идеально подходит там, где необходимо быстрое и четкое выполнение всех процессов, но, да, так скажем, внедрение системы ВМС на таких складах будет избыточным. Вот. В большей части мы рекомендуем внедрять систему ВОЗ на складах, например, производственных компаний с большим количеством небольших кладовых, да, либо наоборот, да, на больших складах МТО, но с простыми такими процессами, также для складов розничной торговли Dark Store и, конечно же, для складов курьерских и транспортных компаний. Вот. Система обладает полноценным функционалом для автоматизации основных процессов на складе, позволяет вести мультискладской учет, работать с кизами, обладает открытым кодом, да, и легко интегрируется и взаимодействует с любыми системами ERP. И, возвращаясь, да, к теме нашей, хочется привести обобщенный портрет компаний, да, о которых мы сегодня поговорим. Это компании в основном, да, с обширной сетью складов, как на территории страны, так и за ее территорией. В большинстве случаев эти компании имеют собственный транспортный парк для доставки грузов между складами и своим клиентом, да, и основной целью этих компаний является нацеленность на результат, на быструю доставку и на обеспечение качественного сервиса для своих клиентов. Вот. Итак, вот Юлия нам сегодня, да, расскажет о функциональных особенностях, особенностях Axelot Vos X5 на примере одного из наших проектов, да, для склада курьерской компании. Вот. Юлия, пожалуйста, тебе слово. Да, здравствуйте еще раз. Меня зовут Юлия. Сегодня я проведу вам обзор по функционалу, который был реализован для нашего проекта. Вот. И начну с того, что для данного вебинара мы выбрали компанию, которая занимается курьерской доставкой и грузовыми перевозками. Проблематика, с которой столкнулся заказчик до внедрения нашей системы, это была необходимость адресного учета. Одним из обязательных требований был это возможность работать с грузовыми местами и неуникальным штрихкодированием, также ввести несколько складов в одном контуре, наличие обязательно зон и различных технологических, с различными технологическими типами, а также возможность использования нашего терминала сбора данных. Для склада с таким требованием корпоративной системы было уже недостаточно, а функционал Аксиот ВМС-Х5 был слишком громоздким. И в данном проекте не требовалось каких-то сложных автоматических процессов. И было принято решение, что мы будем использовать наш продукт ВМС-ВОЗ-Х5. Так, одним из, пожалуй, самым, наверное, интересным функционалом нашего продукта это наличие и возможности работать в мультискладском учете. Что это такое? В данном учете можно одновременно ввести несколько складов с разграниченными правами доступа. То есть для каждого склада и каждых сотрудников будут разграничения, как для тех, кто работает с терминалами сбора данных, так и для тех операторов, которые работают непосредственно на стационарных местах. В нашей компании было много схожих площадок, то есть площадки, которые отвечали за грузовые места, работу с грузовыми местами, то есть непосредственно с товаром, а также были площадки, на которых хранился упаковочный материал, которыми они обеспечивали склады. Таким образом, то есть мы на нашем проекте разграничили их и не было никаких сложностей в дальнейшем в работе. Одним из важных аспектов, как я говорила уже ранее, для нашего клиента это была возможность настройки и использования адресного хранения в разрезе как зоны склада, так и просто каких-то складских площадок. Стоит отметить, что адресное хранение позволяет вести количественный учет для одной площадки, как в разрезе остаток ячейка склада, то есть когда у нас фиксированы четкие остатки, то есть грузовое место находится именно в этой ячейке, никакое другое мы взять не можем. А для площадок, которые обеспечивали наши склады упаковочным материалом, для них мы сделали зону ячейка, но без количественного учета. То есть количественный учет осуществлялся непосредственно в разрезе всего склада. Это было очень удобно, так как в случае использования адресного хранения в разрезе зоны ячейка мы смогли настроить порядок обхода. Таким образом, сократив время на сборку и подготовку грузов для складов, которые отвечали за работу с грузовыми местами, и таким же способом мы настроили порядок обхода для складов с упаковочным материалом, но тем не менее давая им возможность брать упаковку из ячейки, которая находилась ближе к, допустим, там, зоне отгрузки. Одним из самых важных и ключевых моментов, по которому было принято решение работы с нашим продуктом Axiote WOS X5, это была возможность то, что в нашей системе можно ввести учет по грузовым местам и работа с неуникальным штрих-кодированием на всех этапах грузообработки, начиная с приемки и заканчивая доставки клиенту. Что стоит отметить? Что уже на этапе приемки груза сотрудник маркировал коробку, в которой будет в дальнейшем приниматься груз на склад уникальным штрих-кодом. Данный штрих-код позволял не только ввести груз в разрезе всего его жизненного цикла на складе, просто как уникальный номер, но и также давал информацию сотруднику упаковочного цеха, в какую именно упаковку или каким именно способом упаковывать данный вид товара, что, собственно говоря, облегчило дальнейшую работу уже всем сотрудникам склада. На данном примере приведен слайд, на котором видно, что документ приемка, из которого вызван отчет, план факта приемки грузовых мест. Это тоже немаловажный момент, потому что даже сам исполнитель, когда принимает грузовые места на склад, может сам себя проверить, не ошибся ли он, все ли он принял и корректно ли наклеил маркировочные этикетки. Продолжая тему работы с неуникальными штрих-кодами, хочется добавить, что наша система имеет обширный функционал различных отчетов. Один из таких отчетов приведен на данном слайде. Этот отчет позволяет в режиме реального времени видеть, какое грузовое место, где именно сейчас находится, в какой зоне, в какой конкретной ячейке. Также, если эти грузовые места зарезервированы под каким-то заказом, мы можем сразу же здесь видеть, под каким именно заказом они зарезервированы, таким образом, видя всегда актуальную картину на складе в режиме реального времени. Ну и, собственно говоря, мы подошли к мобильному клиенту. Для нашего клиента бумажной технологии было недостаточно, что и привело к выбору решения, к принятию решения о том, что мы будем использовать наш мобильный клиент. С использованием нашего мобильного клиента на ТСД система в режиме реального времени понимает, сколько было выполнено операцией, фиксирует успешно-неуспешно выполненные операции в системе, которую выполняет исполнитель. То есть, таким образом, опять-таки, поддерживая актуальность движения на складе и в режиме реального времени. Также использование терминала сбора данных дает нам возможность вести персификационированный учет, который в дальнейшем можно использовать как мотивацию, либо для мотивации каких-то различных мотивационных схем. То есть, мы можем настроить схемы таким образом, который позволяет, например, проводить соцсоревнования. Данные соцсоревнования позволяют улучшить работу как конкретного сотрудника, так и всего складского комплекса в целом. Ну и в завершение, наверное, я хотела бы сказать, что для компаний, которые осуществляют курьерскую доставку или специализируются на работе Дагсторг, вот как бы такими грузовыми такими объемами, самым оптимальным решением будет использование нашего продукта ВМС ВОЗ-Х5, так как наша система имеет все необходимые решения для настройки и ведения базовых процессов, и тем не менее не нагружает саму систему ее обслуживания сложными и трудоемкими настройками. Я со своей стороны, наверное, рассказала все, поэтому готова перейти к вопросам.